Здравствуйте! Сравнительно давно мы не говорили о блюзе. Сегодня наш ролик посвящен одной из величайших блюзовых певиц, выдающейся афроамериканке, которая получила еще при жизни прозвище императрица блюза Бесси Смит. Бесси Смит. Ну, если о королеве блюза мы рассказывали на нашем канале, Джанис Джоплин, которая, кстати, обожала Бесси Смит, и в августе 70-го года вложила средства в надгробие оформления, и эпитафия, которая там звучит, в общем-то, и послужила, наверное, названием нашему ролику. В общем-то, величайшая блюзовая певица в мире никогда не смолкнет. В общем-то, вы знаете, тяжело говорить о прошлом в наше время, многие это не воспринимают должным образом, но мы стараемся сохранять историческую справедливость и залазим в прошлое иногда довольно далеко. Это как раз тот самый случай. Вы можете сразу отпарировать, а где ее слушать и так далее. Архивных записей Бесси Смит достаточно. Мы вам рекомендуем. Есть прекрасный сборник, называется The Essential Бесси Смит. Sony, кстати, я его сдавал в 1997 году. Два компакта шикарные, помню, попалась. А есть еще более крутая серия. Четыре части входило, по два компакта. В общем-то, The Complex Records с 1991 по 1994 годы. Там фактически все, что нужно слушать в Бесси Смит, подобрано и даже более, чем надо. Поэтому проблем с этим нет. Притом в наш век найти любую запись, поэтому мы, как правило, не даем ссылок. Вообще никакого труда не составляет. Другое дело, что интересно познать такие первоисточники, откуда все пошло на самом деле. В том числе и та же Дженнис Джоплин. Бесси Смит, она вообще уникальная была женщина. Даже внешний ее образ, такая, вы знаете, фактически громадная. Рост за 180 сантиметров и вес под 100 килограмм. Обладала очень серьезным норовом, потому что сказывала с детства тяжелейшая. Родилась она 15 апреля 1894 года в городке Чаттануга. Это штаб Теннесси, юг Соединенных Штатов. Многодетной семье. Семья была очень бедная. Говорят, что в ихней лучуге Смитов жило больше крыс, чем самих Смитов. Хотя и самих Смитов было больше десятка. Многодетная семья, большая. Папа у нее работал на заводе. Зарабатывал не очень много. Мягко говоря, 12 долларов в неделю. На такое количество, в общем-то, едоков ртов это было вообще ничего. Ну и фактически параллельно был еще, говорили пастором, но не пастором, а проповедником баптистским. То есть она с детства была в церквях. А вы знаете, что именно афроамериканские проповеди, они очень эмоциональны. Там идет отдача фактически двойная. Происходит много в виде диалога и песнопений. В общем-то, это ее с детства цепляло. И все заметили, что у нее незаурядный талант к пению. Да, действительно, ее низкий хрепловатый голос характерный, потрясает. Но, в общем-то, самое главное, это ее чувственность и страсть. С какой она подает это все. Семья была не бесталанная. Один из братьев, Кларенс Смит, был хорошим шоуменом, как сейчас говорят, конференсье, выбился потихоньку. И, видя это, маленькая Бесси, Элизабет при рождении, Бесси стала потом, понимала, что и там можно заработать копеечку. И уже пыталась выступать на улице за маленькие-маленькие вознаграждения. Но это был тот самый, тот опыт, который позволял ей потом выживать в любых условиях. Ее заметили. И она начала потихоньку пробиваться на большую сцену. Первый муж ее был достаточно богатым человеком. Она была женщина, подчеркнем, еще раз яркая. Но он быстро умер. А второй муж Джаги, бывший охранник. К тому времени, кстати, семейство Смит, к сожалению, папа и мама умерли один за другим еще в детстве ее. Родственники перебрались в Филадельфию, в том числе и в Бесси. Так вот, ее второй муж, Джаги, был охранником. В одном из клубов. А все концерты происходили в основном в клубах. Он ее заметил, они сошлись. Он впоследствии даже бросил работу, чтобы заниматься финансовыми делами в Бесси. Основной доход, конечно, давали концерты. На пике своей карьеры в 30-х годах, извините, в середине 20-х годов прошлого столетия, Бесси стала очень богатой женщиной, даже по сегодняшним меркам. А уж если говорить об афроамериканке, то просто сказочно богатой. Были у нее, конечно, различные скандалы. Но, тем не менее, с удовольствием ее записывали, выпускали диски. Тиражи продаж были просто... Вернее, пластинки, извините. Тиражи были, ну, по тем временам сумасшедшие. И, видя это, конечно, боссы громзаписи всячески-всячески ей угождали. Шли фактически на любые уступки. Джаги, конечно, в этот момент расцвел. Надо сказать, что Бесси обладала буруным темпераментом. Естественно, брак их находился в таком состоянии свободного полета. В самом худшем этом смысле слова. Друг друга они верность, как говорится, не сохраняли. Что Джек на прополуе гулял, как кричала Бесси, и в мое отсутствие испробовал весь кардебалет. Ну и что и она отличалась, в общем-то, тоже большим выбором мужчин. И не отказывала себе фактически ни в чем. Плюс ее легендарная склонность к употреблению спиртных напитков. Их тоже марихуане. Напомню, что марихуана фактически до 37-го года была легализована в Соединенных Штатах. Никакого запрета не было. Поэтому вовсю и пили, естественно. Хотя был и сухой закон, вы помните. И курили, и все подряд делали, в общем-то. Но на творчестве это Бесси сказывалось, конечно, не очень хорошо. К сожалению, во время Великой депрессии вообще упали продажи и всего остального. Но она, скажем так, не бедствовала. Не бедствовала. Конечно, ее основная заслуга в том, что она умела со зрительным залом, со своими слушателями, просто вести феноменальный диалог во время своего выступления. Это сказывается ее детство, ее общение в церквях, ее уличный опыт. И, конечно, ее такая, вы знаете, пробивная настойчивость, она могла, что называется, зарядить любому мужику. Ее даже многие боссы, грамзаписи побаивались. Менеджеры тоже старались с ней особо не спорить, потому что все заканчивалось очень быстро. Ее напор темперамента может перейти даже в физическое рукоприкладство. Поэтому она в этом плане себя чувствовала, защищенной самой себя. Плюс муженек, конечно, Джаги был здоровый, по более чем Бесси даже. И, к сожалению, драки у них были регулярные. Колотили друг друга нещадно, но, тем не менее, вы знаете, как говорится, любовь зла. 26 сентября 1937 года, ранним утром, Бесси выехала на автомобиле. И с Мемфиса в Клаверсдейл ехали по легендарному шоссе 61. Но, к сожалению, случилась очень серьезная авария. Врезалась их машина под управлением шофера. Бесси была не за рулем. Грузовик. И были тяжелейшие травмы, говорят, оторвало руку, огромное кровотечение. И, в общем-то, так закончился жизненный путь легендарной императрицы Блюза. После ее смерти ходили различные слухи о том, что она умерла из-за того, что не захотели обслуживать в больнице. Никто еще на тот момент раз его дискриминацию не отменял. Но, в любом случае, как бы там ни было, ее помнят. И даже вот ее великие современники, тот же Ли Армшронг, Сачма, которых с ней есть совместные записи. И Анис Флетчер Хендерсон, который тоже с ней писался, вспоминает о ней как о очень интересной женщине, выдающейся певице, вокалистке, как блюза, так и джаза, которая оставила огромный след. Дала фактически путеводную. И даже вот такая большущая блюзовая певица, как Дэхат, тоже вспоминает всегда о Бейси Смит. Поэтому и мы вам рекомендуем соприкоснуться с прошлым, с ее прекрасными образцами, погрузиться в ту атмосферу и понять, откуда все-таки ноги растут. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.